Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Кто не знает, меня зовут Дарина, я практикующий психолог. Я делаю обзор на лирику ваших любимых песен. Сегодня мы с вами слушаем Blackpink How You Like That. Ну а прежде чем мы начнем, я напоминаю, что у меня есть группа музыка со смыслом. Это группа онлайн, поэтому если у вас есть желание поучаствовать, пообщаться со мной лично, то добро пожаловать. На этой встрече мы с вами обсуждаем более глубоко текст той или иной песни, и через призму собственных жизненных сценариев мы с вами проживаем определенные ситуации. Кстати, в эту субботу мы с вами будем обсуждать песню Make It Right BTS. Я могу все исправить, и если вы хотите понять, как возможно исправить те или иные ошибки, или же как обрести ресурс из прошлых негативных опытов, то, соответственно, приходите на группу, буду делиться своими знаниями. Количество людей крайне ограничено, поэтому, пожалуйста, торопитесь. Напишите мне в WhatsApp, Telegram, либо можете перейти по ссылочке в мой Instagram и также написать мне в Директ. Кстати, если вы интересуетесь психологией, то в моем Инстаграме много интересной информации по психологии. Ну что же, не буду вас задерживать, давайте скорее начинать. Спасибо за субботу! 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 Субботу! Спасибо за субботу! Ну что же, пару раз, наверное, я за все это время видела этот видеоклип, и поэтому сейчас для меня как впервые, так как я, конечно же, я не являюсь фанатом, прям поклонникам этой группы, но меня очень часто просят сделать на них реакции. И что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, кому-то, кому-то, кому-то не нравится девчонки, кому-то наоборот очень сильно нравится. И я это говорила. насколько их успех будет длительным, и это, конечно же, загадка, время покажет, время расставит все на свои места, чья популярность была настоящей, так называемой, или же такой длительной, или же это была как комета, вспышка яркая, и потом все про них забудут. Но я искренне желаю девушкам именно хорошего, такого стабильного и только прогресса, и успеха, и нарастающего прогресса, так как я считаю по-настоящему, что популярность, вот такая публичность, это все огромный труд, и они вкладывались в это, даже если мы как бы объясним их популярность тем, что был создан нереально крутой промоушен, очень дорогие видеоклипы и так далее, и тем не менее, ведь очень много других артисток, в индустрии кей-попа очень много таких же женских групп, но обрести именно такую всемирную популярность смогли именно они, именно эти четыре девушки, и, конечно же, нельзя сказать, что это просто случайность, они ведь люди, да, в плане, что они вкладывали туда невероятно свою энергию, это их труд, труд под усилие и старание, работа над собой, поэтому ни в коем случае нельзя обесценивать ничей труд, элементарно попробуйте просто станцевать, да, в таком же ритме и то, что делают они, то есть я как минимум призываю вас, людей, которые не нравится эта группа, да, но вы как бы постарайтесь проникнуть именно уважением к труду, так как это действительно очень энергозатратно, и огромное количество времени нужно провести в танцевальных залах, и я уже не говорю о вокальных данных, то девчонки действительно хорошо поют, читают рэп, это очень все достойно, поэтому у меня немножечко такое негодование, но хотя с другой стороны, если я становлюсь, я в кавычках не про себя, а про любого медийного человека, то тут нужно быть всегда готовым к хейту, да, к огромному шквалу не только добрых отзывов, но и, конечно же, негативных, и если они справляются, да, то, что и было с ребятами из BTS, они справились с этим, с этой волной хейта, то и, конечно же, я девочкам желаю, что вот этой устойчивости психологической, веры в себя, уверенности, и мне, может быть, они бессознательно, понимая, что они, по сути, прорываются, да, сквозь эти тернии, сквозь эту, как бы, грубость и негатив, они, может быть, и выбирают такие песни, довольно-таки агрессивные, и такая защитная в них есть защитный посыл, что типа, а как тебе, каково тебе, да, посмотри на меня, вот, как тебе такое, что я добиваюсь успеха, успеха, несмотря на твой негатив, да, несмотря на то, как ты ко мне относишься, могу так пофантазировать, что этот посыл они намеренно выбирают как некую защитную реакцию, что, как бы, я воин, да, несмотря на то, что меня впереди ждут сложности, я все равно с этим справлюсь, а для этого я внутри в себе должен взращивать, культивировать вот эту жесткость, не жестокость, а именно жесткость, то есть стать четко на своем пути и несмотря ни на что идти, достигать своих целей. Вот, ну давайте этот мотив, мы все-таки, так как я психолог, я вас призываю именно это намерение закрепить у себя, посмотрим на других, учимся на других, как бы, примерах, и особенно позитивных примерах, такие как девочки, да, из Blackpink, и они, как бы, достойны на них равняться, поэтому это очень великолепно, что мы можем наблюдать, что девчонки справляются с негативом, и тем не менее они популярны, они востребованы, у них огромная фан-база, и значит, это подтверждает тот факт, что они достойны своей позиции и той популярности, которую они сейчас на данный момент имеют, вот, поэтому только хочется их поздравить. поздравить. Ну что ж, на сегодня прощаюсь с вами, спасибо, что были со мной, всего вам доброго, пока-пока.